Криминогенная ситуация в Ингушетии за первое полугодие характеризуется сокращением почти на 7% количества зарегистрированных преступлений по всем линиям. Об этом сообщил министр внутренних дел по Ингушетии Дмитрий Кава в ходе расширенного заседания коллеги. Подробности у нашего корреспондента. По словам руководителя регионального МВД, за отчетный период не зарегистрированы в частности факты похищения человека. Снизилось количество зарегистрированных краж, повысилась их раскрываемость с 43 до 53%. Он также отметил, что за 6 месяцев текущего года в республике в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами нейтрализовано 22 члена и пособника банд подполья. 6 из них уничтожены и 16 задержаны. Сохраняется положительная тенденция снижения постигательства сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Этих фактов зарегистрировано 3. Требую от руководителя Центра по продействию экстремизма, территориальных ОВД, уделить особое внимание мерам предупредительного характера, в первую очередь, работе с молодежью. Хотелось бы отметить, что вопросы против экстремизма и терроризма, борьбы с банд под полем, вместе с тем, остаются приоритетными. Вместе с тем, оперативная обстановка на сегодняшний момент позволяет уделить гораздо больше внимания и сил борьбе с общеуголовной преступностью. В республике третий год сохраняется тенденция снижения числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, террористической и экстремистской направленности. Сократилось количество убийств, разбойных нападений, мошенничеств, краж всех видов, в том числе и жилища граждан, автотранспорта, а также преступлений, совершенных с применением оружия. Одновременно со следственной работой ОВД республики проводилась работа, направленная на охрану правопорядка, обеспечение безопасности граждан, предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений на улицах и других общественных местах. Сегодня у нас уровень преступности в четыре раза ниже среднероссийского и составляет менее 170 преступлений на 100 тысяч населения. Число раскрытых преступлений возросло более чем на 15%. Значительная доля из них раскрыта непосредственно сотрудниками органов внутренних дел республики. Справочно это порядка 86,3%. Общая раскрываемость преступлений соответствует среднероссийскому уровню и составляет 61,5%. Общая российская 61,0%. Возросла раскрываемость особо тяжких преступлений. Преступлений средней тяжести. Глава Ингушетии поблагодарил участников заседания коллегии за обеспечение правопорядка в республике, стабильную общественно-политическую ситуацию и спокойную криминальную обстановку. По его словам, уровень преступности в республике в четыре раза ниже, чем в среднем по России. В этом, по мнению руководителя региона, большая заслуга представителя правоохранительных органов, в особенности МВД. Да, понятно, что с периода за эти шесть месяцев проведено очень много хороших номинационных мероприятий, в том числе и местные праздники, и федеральные мероприятия, где задействовано было большое количество людей. Самое главное, конечно, это выборы президента Российской Федерации, где приняли самые-самые шнезды активные участия и не допустили осложнений ситуации, обстановки и крупных происшествий. Второе мероприятие – это чемпионат мира по футболу. Независимо, где бы они ни проходили, все работали в режиме усиленном и делали все, чтобы не допустить происшествий, преступлений, в том числе наших гастролеров, которые могли бы это делать в других регионах. Ну и, как я говорил, помимо крупных федеральных мероприятий, наши уже местные свои мероприятия. Да, понятно, нагрузка на сотрудников полиции, она колоссальная, не только на вас, но и на тех, кто взаимодействует с вами, это в том числе сотрудники Росгвардии, которые в большинстве с вами больше и работают в этих вопросах. И нагрузка на органы государственной власти, муниципальное и местное самоуправление. Итоги за первые шесть месяцев по многим направлениям, можно говорить, что мы достигли успехов, в том числе и по укреплению стабильности правопорядка в республике. В то же время не осталась деятельность республиканского МВД и без замечаний главы региона. Он назвал слабым участие подразделений ППС полиции в профилактике, выявлении и раскрытии преступлений. Инсбек Евкуров обратил внимание на обстановку на дорогах республики. По его словам, с начала года число дорожно-транспортных происшествий выросло на четверть. Более 50 камер видеонаблюдения Магаси. Я зашел туда, в центр, ну, прям вот, вживую, все видно, в режим онлайн, ночью, днем, все видно. На вопрос, куда вы сигналили, я там уже смотрю, там, вот машина стоит неправильно. А кому сигнал даете? Никому. Ни начальнику города или дежурную часть города, ни муниципальным властям. Просто видят и видят. Здесь же надо очень серьезно поработать. Часть оперативно касающуюся на себя примкнуть, может, вот это тесное взаимодействие должно быть и сразу реагировать. Ну, и я вам скажу, что любой, кто неправильно даже машину поставил, и к нему тут же подходит, там, полицейский появляется, ему делает замечание, говорит, убрать машину, он обидится там, будет там недоволен, машину уберет, но потом скажет, да, точно, все-таки работает полиция. На это надо обратить внимание. Поэтому, это только пример, надо очень сильно проработать вопрос. Ну, и, конечно, патрульно-постовая служба здесь день и ночь должны уже вот эти, как мы говорим, маршруты движения постов, их надо на контроль взять, надо посмотреть, как ходят, и какие-то заготовки делать, и посмотреть, как себя ведут полицейские в тех или иных ситуациях. Завершилась первая часть коллегии вручением ведомственных наград. Особые слова поздравления и министра внутренних дел и главы Ингушетии были адресованы сержанту полиции Мусор Ювлоеву, который защитил чемпионский пояс М1 Global. Дилимхан Калоев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Магомед Дедигов, Новости 24.